Приветствую вас! И основная проблема заключается в том, что ваша мама чувствует, что вы сомневаетесь… Ваша мама чувствует, что вы сомневаетесь в своей позиции. Ваша мама чувствует, что вы сомневаетесь в том, что вы считаете, например, правильным, важным и нужным, правильным, важным и цельным. Ваша мама, она чувствует, что вы в этом смысле в себе не уверены, ваша мама ощущает это, по-видимому. И именно из-за того, что она это ощущает, именно из-за того, что она чувствует, чувствует, что права, вот, ну именно вот по причине того, как вы себя ведете с ней, она так себя, собственно, и ведет. То есть это вот, как бы, такой момент и такое поведение. С ее стороны возникает именно, ну именно поэтому. Как правильно сказали мои коллеги, то что вам не переделать маму, да, вы не сможете ее переделать, не сможете ее поменять. Вот, это, в принципе, вполне себе нормальная история, поэтому первое, что вам необходимо необходимо сделать, это перестать искать виноватых и правых. Это первое, что вам нужно сделать. Вам необходимо перестать искать правых и виноватых в этой ситуации, потому что их здесь нет. Правых и виноватых в этой ситуации нет и, в принципе, быть не может, потому что каждый из вас, каждый из вас по-своему права. Права. Каждый из вас по-своему права. Вот. Понятно, что мама не может и не должна называть вас какими-либо грубыми словами, это понятно совершенно, но важно и то, чтобы вы не принимали на свой счет то, что она говорит. Права. То есть, чтобы вы не воспринимали на свой счет. Вот. Мне не очень понятно, для чего, если она не первый раз так себя с вами ведет, для чего вы, соответственно, приезжаете к ней тогда. Зачем вы приезжаете? Что вы хотите получить? Вот. Делаете ли вы это из-за чувства вины, например, делаете ли вы это еще из-за какого-то мотива, да, какой-то мотивации? Вот это, на мой взгляд, нужно в первую очередь выяснить, потому что только это является, в принципе, и важным. Если вы нуждаетесь, например, в чем-то от своей мамы, ну, например, если вы нуждаетесь, скажем так, в любви с ее стороны, если вы нуждаетесь в ее поддержке, то совершенно очевидно, что вам она этого дать не может. Не потому что она не хочет, не потому что она злая, а именно, именно потому что не может. Нет у нее такой, к сожалению, возможности. Вот. И это то, что вам нужно, на мой взгляд, принять. Это то, что вам нужно, на мой взгляд, принять в первую самую первую очередь. Вот. Что же касается дальше, что же касается того, что вы будете делать, например, в дальнейшем, вот, то это уже во многом зависит от вас. То есть искать виноватых, как я уже сказал, никакого смысла нет. Искать виноватых вам ничего не даст. Ну, поиски виноватых вам ничего не дадут, потому что дело здесь не в том, кто виноват, а дело здесь в том, чего хочет и что может дать другой человек. То, что мама вас обзывает, это ее, конечно, не красит, но такова реальность и очевидно, что у нее в жизни что-то, значит, не складывается. Вот. Вопрос в другом. Как вас задевает конкретно то, как она ведет себя с вами? Почему вас задевает конкретно то, как она себя с вами ведет? Какие чувства это у вас вызывает? Вы говорите, что человек вас не слышит. А почему вы хотите, чтобы она вас слышала? Ведь если человек вас не слышит, если объективно человек вас не слышит, то он, скорее всего, вас и не услышит. То есть вы хотите точно донести до нее свою позицию или, может быть, вы хотите все-таки чего-то другого. Вот. Это очень важный тоже момент. Далее, значит, вы пишите, что обвиняют в том, что полжизни у нее забрала, пробовала разговаривать, объяснять, есть что-то ненормальное общение, а смысл пробовать. Вот. Вот. Вы пишите, из-за этого даже домой приезжать не хочу, а зачем приезжаете тогда? Вот. Значит, то есть мама давит вам на вину, на чувство вины и пытается ни много ни мало удержать вас возле себя, чтобы вы чувствовали себя ей обязанной, чтобы вы чувствовали себя ей должной, ну и так далее. Вот. То есть, как бы, такой момент. Вы спрашиваете нас, кто прав в этой ситуации. Я, видимо, надеюсь, видимо, желаю, чтобы мы, ну, в том числе, встали на вашу сторону, вот, в этой ситуации, но мы психологи, на чью-либо сторону мы встать не можем, потому что, как бы, это будет уже означать, что мы эмоционально вовлечены, вовлечены. Я думаю, что вам необходимо перестать требовать от мамы, в первую очередь, в первую очередь того, что она вам, в принципе, не может дать. Это первое. Вот. Вам нужно перестать требовать от нее того, что она вам не может дать в силу ряда причин каких-либо. И второе – это то, что вам нужно определиться со своим желанием и относительно нее, относительно ее, да, то есть своей мотивацией, со своей, ну, условно говоря, субъективной сферой. То есть для чего вы это все делаете, то, что делаете, зачем вы это делаете, то, что вы делаете. Вот. И все. То есть это вот куда более важный момент, чем, допустим, ну, все остальное. И дальше уже смотреть. То есть ваша мама общается с вами так, потому что она может общаться. Ну, потому что у нее есть возможность так с вами общаться. Она общается с вами так, потому что ей хочется так с вами общаться. Она общается с вами так, потому что есть эффект от, ну, такого общения с вами. Если вы не будете позволять ей так с тобой общаться, если вы продемонстрируете ей не криком, да, не скандалами, не ссорами, а именно поведением. Что с вами так нельзя, да, не объяснением, а именно поведением. Своё поведение по отношению к вам оно имеет. Ну, вот. Ну, такая вот и все. В этом смысле вы от своей мамы не отделены еще пока, а в этом смысле вы от своей мамы, ну, не сепарированы. Вот. Изначально поссорились из-за того, что мама изначально начала кричать на меня. Из-за чего? В ответ я повысил глупость, а человек меня просто не суть. Это вы хотите, чтобы она послышивает разные вещи. Она снова повторила себя в жизни на эмоциях. Можно повторить еще раз, чувствую себя в себя так, как будто и правда бросаю ее. Это вот и есть чувство вины, ваше, ваше чувство вины, с которым, на мой взгляд, вам нужно работать. То есть, ну, освободиться от чувства вины, вам необходимо. И в этом смысле я полагаю, что мы, как психологи, можем вам помочь, обращайтесь. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Обратите внимание на то, все-таки в чем задевает вас ваша мама. Именно ваши реакции являются материалом для анализа и последующей работы с вами. Не мама, не ее слова, не ее нападки, а вы именно. Ваши реакции, потребности, желания, ожидания, обиды и чувства вины. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.